В новом ядре D7 используется механизм исключений – Exceptions. Что такое исключительная ситуация? Исключительная ситуация, в которой может быть выброшено исключение – это не типичная ситуация, при которой не имеет смысл продолжать выполнение базового алгоритма. Что такое исключительная ситуация на практике? Если пользователь отправил форму с пустым полем имя, то это не исключительная ситуация, это обычно ожидаемая ситуация, которая должна быть обработана соответствующим образом. А вот если же при вызове метода API для изменения элемента информационного блока был указан пустой ID элемента, то это исключительная ситуация, она неожидаемая и продолжать изменение элемента не имеет смысла. Если метод ожидает ID пользователя, а вы передали строку, то это исключение, так как метод не знает, что делать со строкой в данном случае. В новом ядре D7 используется механизм исключения. Все исключения битрикса наследуются от встроенного в PHP класса Exception, который присутствует в PHP начиная с версии 5. Есть понятие иерархии исключений в битриксе. Это целый набор созданных битриксом классов, наследованных от базовых Exception для разных ситуаций, в которых может быть выброшенное исключение. Общая схема иерархии имеет вид, который вы видите у себя на экране. Рассмотрим примеры реализации в ядре битрикса. Аналогично мы можем использовать исключения в своем коде. Например, откроем с вами файл ядра bitrix.modules.main.lib.user.php. Как мы с вами видим, здесь битрикс уже переписывает на новое ядро класса User с использованием ORM. Смотрим в конец файла и мы видим три публичных статических метода add, update, delete. Данные методы еще не реализованы и следовательно выбрасывается исключение notimplementedException, которое значит, что данный функционал должен поддерживаться, но еще не реализован. Данный пример нам показывает, как мы можем выкинуть исключение, обозначить исключительную нештатную ситуацию. То есть вы при реализации своего кода, если у вас происходит нештатная ситуация, можете выбросить одно из доступных исключений в битриксе, которое заранее было определено для той или иной ситуации. Или же у нас следовательно от одного из них создать свое исключение. Вы спросите, а зачем нам это все вообще необходимо? Это нам позволит использовать весь механизм исключения, который реализован в PHP, а также настройку над всем этим, которые реализовал битрикс. Например, мы можем выбросить исключение, что нам передали неверный аргумент. Передаем имя аргумента, указываем его тип. Как видим, выполнение страницы было прервано и у нас выведено было сообщение об ошибке. В файле с .setting.php мы можем включить или выключить режим отладки. И в этом случае у нас либо будет выводиться подробная информация об ошибке, либо указываться то, что ошибка есть без деталей. Далее мы можем перехватить исключение, которое было выброшено нами или сторонним кодом. Используя конструкту true-catch, мы можем перехватить исключение. Здесь мы выбрасываем исключение. На самом деле здесь обычно находится какой-то выполняемый код, а методы и функции внутри себя могут выбросить исключение. И если исключение произошло, то в блоке catch мы можем получить более детальную информацию. Сделать мы это можем как штатами методами класса exception, так и дополнительными методами, которые позволяют получить более детальную информацию. Эти методы были добавлены битриксом, созданные в ядре класса исключения. Например, в нашем случае мы получаем тип аргумента, который привел к исключению. Вот мы видим результат работы нашего кода. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я в телью inevitably приходила изFROMS Janetаем м quella методом, пос arsenal этого числа.. Ссылка на стоит кадром помещаться Eachostachsen Realthenen Coffee